Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь после некоторого перерыва программа Культ Просвет. И сегодня мы с вами посвятим нашу программу, нашу беседу теме визуального. Я напомню, что время от времени мы в рамках нашей программы возвращаемся к этим темам. Мы говорили о визуальном наполнении городского пространства, о визуальном шуме или о визуальном мусоре. Мы встречались также и с фотохудожником Андреем Строкиным, обсуждали его проекты на первой Рижской биеннале. Кстати, вторая биеннале вот-вот будет. Следите за ее программой. И сегодня мы поговорим с москвичом и уже рижанином на протяжении нескольких лет, с фотографом или фотохудожником Егором Цаикой. Здравствуй. Да, здравствуй. Привет, Денис. И сегодня, как всегда, нашу беседу технически обеспечивает звукорежиссер Родион Золотарев. Уважаемые радиослушатели, вы наши, скажем, неотъемлемые собеседники, вы часть нашей дискуссии, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. И я, может быть, буквально в нескольких предложениях упомяну, почему я сегодня решил немного поменять содержание нашей программы. И вместо программы «Зима близко» мы снова вернулись к формату интервью. Потому что вчера у меня произошел очень интересный и новый для меня опыт. Это был опыт фотосессии, которая длилась почти 4 часа для одного художественного проекта. И в рамках этого задания, этих 4 часов, я и познакомился с Егором. И это был мой первый опыт подобной фотосессии. И я обнаружил множество вопросов, очень интересных импульсов. Поэтому решил с вами поделиться пока, как бы, что называется, по горячим следам, и эти эмоции сохранились. На самом деле, меня очень интересует, что происходит по ту сторону объектива. И вчерашний наш диалог с Егором подсказал мне идею сегодняшней встречи и продолжения нашей беседы. На самом деле, Егор, я думаю, что мы могли бы начать с того, что пригласить наших радиослушателей к беседе и задать им вопрос, а что происходит, по их мнению, с реальностью, когда происходит процесс фотосъемки. То есть реальность в какой-то момент задерживается, допустим, в пикселях, в телефоне или в более сложных фотокамерах. Уважаемые радиослушатели, звоните нам по телефонам прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. А также посылайте свои размышления, комментарии и вопросы на номер в WhatsApp и SMS 2061-91-2061-91. Участвуйте в нашей беседе. Пока что мы с Егором могли бы, наверное, представить вам коротко самого гостя, художника. Расскажи, пожалуйста, о себе, где ты работаешь, с какими издательствами, чем ты занимаешься. Да, как уже, собственно, представили меня. Меня зовут Егор Заика, я фотограф. С одной стороны, конечно, сейчас фотографы называются все, но скажу сразу, что я занимаюсь фотографией, наверное, лет 20, если не больше. И поэтому мне не то чтобы обидно, но мне всегда, когда я начинал заниматься фотографией, это было сложное достаточно занятие. Фотографов было мало, и это была вполне себе уникальная профессия. Со временем все изменилось. Теперь фотографов много, они хорошие, классные. Конкуренция возросла. Поэтому единственное, что остается делать, это повышать, собственно, собственное мастерство и уровень. Я занимаюсь фотографией преимущественно портретной и фотографией моды. То есть, это все связано с людьми в любом случае. И стараюсь параллельно, кроме съемок на заказ, которые я делаю для журналов, например, для журналов Vogue, Harpers Bazaar, Elle. То есть, это весь такой женский и мужской глянец. Стараюсь также заниматься документальными проектами, потому что, мне кажется, все-таки было бы странно ограничивать себя каким-то одним жанром. Я считаю, что художник имеет полное право двигаться вправо, влево и вообще искать границы своих возможностей и своих интересов. Да, и даже этот поиск возможностей и интересов занес меня в Ригу в результате лет шесть назад. Опять же, чистой воды авантюра, сразу предвосхищая вопросы, почему, что, как и зачем. Вот скажу, ни зачем и никак, просто авантюра в чистом виде. Любой художник обязан быть авантюристом, потому что, если ты не авантюрист, ты ничего не создашь. И как художник я решил, что почему нет, почему не попробовать. Проезжал на машине, ехал в Таллинн, остановился переночевать с супругой, посмотрели, какой прекрасный город, как мне он нравится. Поедем сюда жить, поехали. Вот приехал, думал, поживу недолго, живу шесть лет уже. Прямо как начало романа или фильма о путешествии. Да, да, да. Смени пространства. Конечно. И художник обязан, любой художник, если мы даже копнем биографию, я не знаю, Шагала того же, это люди, меняющие страны, города по нескольку раз в своей жизни. Это, скажем так, обязанность художника дистанцироваться иногда от своего прошлого, посмотреть на него со стороны, сделать паузу, потом опять рвануться в бой, погрузиться с головой в хаос большого города, потом уехать в деревню, понимаете, и так далее. То есть, Пушкин, когда уезжал, собственно, в имение за город, тоже таким образом брал паузу и создавал, наверное, лучшие свои произведения в этот момент. Вот. И вот даже уехать в риге продолжаю заниматься тем же самым, честно скажу, фотографию бросать не собираюсь. Все-таки считаю важным это искусством. Тем более, что, к сожалению, фотография на постсоветском пространстве всегда имела, скажем так, слабое развитие, к сожалению. Потому что была излишне идеологизирована, и авторы не всегда имели возможность работать в разных жанрах, которые сейчас доступны. Сейчас, конечно, рай, я считаю. Скажи, а если мы говорим о, допустим, истоках или импульсах для современных фотографов, допустим, российского пространства, нет совсем никакой связи с советской фотографией? Или была какая-то вот цезура, такой разлом? Или есть какие-то учителя, которых можно назвать, скажем, основателями, мэтрами? Вы знаете, скажу честно, небольшой я специалист по советской фотографии. Все-таки я, мое взросление и знакомство с фотографией произошло гораздо позже, а именно уже после распада Советского Союза в начале 90-х годов как раз. И скажу честно, ну, наверное, как все, мы пробовали вообще там в юности в ванной, запираясь, значит, затыкая щель по дверью какими-то тряпками, там, пробовал я снимать своих одноклассников. Но я не считаю, в эти 20 лет мои фотографии это не входит. Это было сильно до. Но это был опыт такой, ну, исключительно химический скорее. Нравилось заливать растворы из банки там в колбу и обратно. Проявитель, да. И вообще момент уединения, когда ты садишься законно в какое-то изолированное пространство, и родные не имеют права тебя беспокоить, был прекрасен. Но позже, я прекрасно помню день, когда я увлекся фотографией, я купил альбом, появились в продаже, появились западные книги с разнообразными фотосборниками, да, разных известных фотографов, там, мэтров фотографии, там, Питера Линберга, Хельмута Ньютона, Ричарда Авидона. Я в первый раз в жизни вообще увидел такого рода фотографию, там, это были фотографии, там, прекрасных женщин на фоне каких-то умопомощительных пейзажей и так далее. И это настолько меня поразило, что фотография может быть такой, потому что до этого я, конечно, в основном о фотографии знал, опять же, из, ну, там, журнала «Наука и жизнь», например, и так далее. Прекрасный журнал, но в основном это были фотографии листочков, там, в луже, знаете, такие, ну… Этюды. Да, то, что называется этюды, да, жанровая фотография. Кстати, теперь я ее обожаю тоже, я, опять же, на нее пересмотрел ее, свой взгляд, и это… Ну, тогда я знал только такую фотографию, и подростку это не могло быть там интересного. Иными словами, фотография как элемент светской жизни, вот это «Cafe Society», да, тоже «Ньютон», да, это все было недоступно до того момента. Я не знал, да, наверное, кому-то, конечно, было доступно… На черном рыбе. Да, да, кто-то имел доступ, но я не видел, и это меня поразило абсолютно, что, оказывается, можно вот так даже снимать, и вот так, и как угодно, и всего лишь при помощи такого же фотоаппарата, это было очень сильное впечатление. И, иными словами, тебя очень заинтересовал почерк? Возможность, что простые какие-то сюжеты вдруг становятся абсолютно, да, сложными и интересными, да, то есть, казалось бы, любая же фотография, если ее, ну, скажем так, разобрать на составные части, это человек, стоящий на фоне. Но вот именно вот это тонкое сочетание элементов света, одежды, соотношения, фона и так далее, вдруг создают магию. Одна фотография, нам кажется, прекрасной, а другая не годится никуда, паршивая, проще говоря. А человек может стать фоном? Может. Все, что вообще, границ нет никаких, конечно же. Может быть, и человек фоном, могут быть, и люди на фоне. Есть же такой даже прекрасный жанр в Гонзо фотографии, я, кстати, люблю его использовать. Это когда ты снимаешь с неподготовленной толпой, например, ты вводишь человека, который, ну, подготовлен, да, модель, но в среду погружаешь, резко погружаешь в среду абсолютно неготовую, там, выходишь на рынок продуктовый. И вот эта реакция мгновенной толпы на какого-то красочного персонажа, ворвавшегося в их жизнь, вы ее начинаете совмещать, да. Получается толпа, которая обычно служит фоном или статистами или массовкой, вдруг становится главным героем фотографии. Конечно, да, и вообще можно вовлекать этих людей прекрасно в, я обожаю их, ну, втягивать в интеракции. Люди с удовольствием откликаются, конечно. Им это, знаете, был такой случай, я помню, я снимал для журнала Эль российского моду в Ницце, это было начало 2000-х годов. Мы снимали такую прекрасную девушку, одет какой-то кожаный наряд, кожаная куртка, кожаные, у нее были бадфорты черные, значит, на променаде, на фоне вот этого моря. Она стояла на парапете, лазурные сзади моря, красота неописуемая. Я помню, до сих пор я снимал, и сзади вдруг такая толпа туристов образовалась, ну, человек 500, они все в полукруг встали, и давай снимать этот процесс. И до сих пор, я вспоминаю этот день, думаю, какой же я был дурак. Надо было в этот момент, сейчас я уже, конечно, эти вещи делал, у меня больше опыта, больше знаний, ты реагируешь быстрее и острее. Но, тем не менее, я думаю, надо было тогда снимать эту девушку, эту толпу ее загонять и просить этих любителей снимать, и снимать их всех вместе, и это было бы классно. Мне кажется, что твой короткий рассказ, вот твоя биографика, ты это очень сжато представил, она позволяет нам задать целый ряд вопросов, связанных, может быть, даже с философией фотографии. Кто такой человек в фотографии? Кто он для тебя? С какой стороны камеры, которая с... А, портретируемый вы имеете в виду, да? Да, 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 портретируемый, да. Не фотохудожник, а тот, кто становится объектом. Вы знаете, очень важный вопрос здесь в том, конечно, надеюсь, за что мои заказчики меня и ценят, мне бы хотелось в это верить. Я думаю, что здесь важно умение очень быстро построить в сжатые сроки, построить отношения с человеком, которого часто вы видите вообще первый раз в жизни, и построить их очень тонко и аккуратно. Потому что, с одной стороны, вы должны все-таки руководить процессом. Здесь не работает история, что я вот посижу, как документалист, и вдруг само будет происходить, а я только сниму. Нет, 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 так ни в коем случае не будет. Потому что чаще всего, если это, ну, как вот мы, собственно, работали с вами вчера, Денис, да, вот вы четыре часа нужно сниматься. Что делать? Никто не знает. Обычно, то есть эта инициатива все равно исходит от автора, от фотографа, да. Но опять же, если вы перегнете, пережмете, да, требуя человека, вот встаньте здесь, поднимите руку так, а ногу направо, руку налево. Ну, это получится не человек у вас на фотографии, а все-таки там дерево, да, потому что он будет статичный, запуганный человек, будет абсолютно, это не годится никуда. То есть вам здесь нужно, конечно же, настроить эту игру быстро и тонко, да, такого пинг-понга между автором и портретируемым, да, чтобы это все заиграло магией. То есть и не прогибаться с одной стороны, но и не передаваться. Это вот очень тонкая-тонкая грань. Где она, ее описать невозможно. Это нужно чувствовать, да, понимать, где ты начинаешь, что человеку надоедать, где-то ему некомфортно вдруг становится. А может быть, наоборот, его надо специально поставить некомфортную, ненадолго ситуацию, резко. Чтобы раскрыть. Конечно, чтобы он чуть-чуть, человек напрягся, расстроился, и потом вы сразу это сбавите давление, и человек, как бы, да, сразу войдет в нужную тоже эту фазу эмоциональную. То есть это тонкая игра, психологическая. Манипулятивные практики тоже присутствуют. Безусловно, конечно. В позитивном смысле. Да, да, но вообще начнем с того, что фотография вообще самый манипулятивный вид искусства, которому ложно приписываются какие-то документальные свойства, вообще не так, полностью манипуляция. В момент, когда вы одели объектив и выбрали его, уже вы начали манипулировать зрителем. В момент, когда вы скомпоновали кадр, и что-то вы в кадр взяли, а что-то оставили за кадром. Это тоже выбор художника. Это манипуляция фантастическая просто. То есть вы что-то не сказали, что-то умолчали, а что-то показали. Поэтому для меня человек очень важен, на самом деле, в кадре. Я больше всего боюсь и нервничаю, что человек будет выглядеть глупо. А может, определить, что такое глупо? Глупо, когда, понимаете, мне нравится, когда человек выглядит самоиронично в кадре. То есть когда сам потретируемый и зритель, главное. Для меня вообще зритель в том числе не менее важен, чем и потретируемый. Потому что делаем мы фотографии, это, скажем, героя, но мы их делаем для себя, не для семейного фотоальбома. А в данном случае я их делаю для читателя. Читатель их увидит или, не знаю, это выставка, значит, ты будешь посетитель выставки. И почему он обязан вообще смотреть на мои фотографии, а не на фотографии своих дочерей в своем семье? В своем семейном альбоме, например. То есть нужно думать о двух вещах. И о потретируемом, и о зрителе. А еще сюда хотелось бы впихнуть собственное видение ситуации. Вот это вот коктейль такой уже у нас вырисовывается. Вот. И глупо это что значит? Это значит, когда человек смотрится... Когда я могу, скажем так, когда я смотрю на фотографию, и я вижу, что автор имел в виду одно, например, что человек выглядит героически, а выглядит он смешно. И вот это всегда заметно, это фальш, да? То есть как бы несыгранность команды, неважно, не знаю, что произошло на съемке, несоответствие замыслу. То есть это не дистанция от героического, не специальное создание смешного, а получилось как результат ошибки? Да, конечно. Но люди этого не видят, потому они это и выпускают. Потому если бы они это видели, они бы так не ошиблись. То есть здесь объяснить часто бывает невозможно. Знаете, то есть, ну, то есть, или, например, вы хотели снять человека, ведущего роскошный образ жизни, да, там, какую-то роскошь, да, и вдруг она выглядит смешно, потому что у него там все детали не соответствуют этому представлению, истинному представлению о роскоши и так далее. Но это, кстати, тоже может быть использовано часто уже авторами как намеренное... Как прием. Да, как прием, когда вы создаете такую, ну, знаете, есть даже поклонники так называемые, например, какие-нибудь фотографии свадеб, там, не знаю, каких-нибудь пьянок на свадьбах провинциальных каких-то совсем, и они даже прекрасны уже в своей аутентичности, да, и можно это имитировать, пытаться, да, заигрывать с этим. Вот сейчас даже большой тренд, если вы заметили, очень часто стали имитировать фотографию 90-х, вообще стиль 90-х годов того же пресловутого постсоветского пространства. Это делают знаменитые разные, там, бренды, там, включая Баленсиаго и так далее, которые берут за основу, значит, едут снимать, там, в Киев, например, или еще куда-то. То есть, постперестроечный период. Ну, это в какой степени связано с культурой хипстеров, которая распространилась очень стремительно. Ну, тем не менее, да, это тоже работает. То есть, конечно же, это же все, то есть, то, что вчера смотрелось уродливым и глупым, с другой стороны, завтра может стать прекрасным и великолепным, да, когда-то никто не мог представить, что можно одеть носки поверх колготок, а теперь это становится утромодным писком среди дам. Ну, вы упомянули, что читатель будет читать ваши фотографии, то есть, не рассматривать это, это, скорее всего, превращение визуального в текстуальное. Каким образом, как, по-вашему, происходит процесс чтения фотографии? Вы таким образом становитесь не только фотографом, но и писателем, да? То есть, получается, что ваша фотография превращается в какой-то степени в такие визуальные буквы. Можно так сказать? Наверное, это же рассказ всегда, каждая деталь что-то говорит, да, то есть, я там помещаю в кадр тот или иной объект, всегда его как-то немножко... Ну, это традиция этой живописи, наверное, все-таки, да, где никогда не было случайных элементов, да, и там, если вдруг с краю картины появлялось, там, я не знаю, яйцо или что-то еще, но... Это несло в себе символическое... Да, это не потому, что художник решил, а, что-то тут нарисуй-ка, я здесь яйцо справа, почему нет? Так и фотографии, я думаю. Но в отличие от писателя классического, того, кто садится за клавиатуру, вы создаете свои тексты с помощью визуального образа, в который можно... Я бы не хотел использовать понятие ошибочно прочесть, но можно прочесть в очень широком спектре версий, то есть, можно уйти совсем далеко. У вас появляется желание продиктовать и каким-то образом закрепить значение, которое вы хотели бы донести до зрителя, чтобы по пути не произошло никаких, скажем, заблуждений, чтобы нельзя было прочесть иначе, чтобы нельзя было свернуть с какой-то дороги, которую вы наметили. То есть, вы можете как-то контролировать этот процесс, хоть как-то? Наверное, это возможно, возможно это делать, но мне кажется, это как раз то, чего хотелось бы избегать. Почему? Потому что зрителю важно иметь диапазон интерпретации произведения очень сильно. Именно это делает его, это произведение интересным для зрителя. Если вы человеку рассказали полностью, все прям провели его за ручку и показали ему, как все должно выглядеть, как интерпретироваться, ему станет скучно, на мой взгляд, скорее всего. Но все-таки, когда человек находит собственную интерпретацию произведения, она может быть широкой, чем шире она, тем веселее, потому что интерпретации бывают фантастическими. Я к вопросу, когда делаю собственные выставки, документальные или еще какие-то, то я люблю прийти и послушать, ну вот так вот ты ходишь и слушаешь, что говорят люди. Это очень интересно. Именно тут ты видишь, как зрители реагируют абсолютно, что им нравится. Нравятся им часто совсем другие работы, которые, например, тебе, может быть, или не очень интересны из своих, а какие-то любимые вообще ему не интересны, зрителю. А интерпретация самая широкая. Знаете, я думаю, я, опять же, в начале карьеры волновался всегда очень. Это скорее от неуверенности. Сейчас мне интересно выпустить это произведение в мир. И дальше оно может жить своей жизнью. И без меня уже, да, люди его интерпретируют по-своему, как угодно. А вы все еще способны удивляться реакциям зрителей? Постоянно, постоянно. Да, просто, скажем, удивляться не перестаешь. Скорее перестаешь горячо и остро реагировать. Да, то есть, конечно, вначале это все сильно задевает. Ты хочешь спорить, доказывать, ругаться. Сейчас, конечно, нет, это скорее интересно, потому что, в конце концов, ну, это зритель, он имеет право полное думать все, что ему хочется. Хорошо. Да, сейчас мы отправимся на небольшой перерыв и вернемся в студию через несколько минут. Готовься к школе выгодно с ЮСК. Только три дня, с пятницы по воскресенье. На мебель для дома и матрасы скидка 33%. Но на наматрасники скидка 50%. Скидки не распространяются на суперцену. Покупайте и на юск.лв. Внимание! Началась подписка на газету «Сегодня» на 2021 год. Плюс телепрограмма, плюс экспресс-газета, плюс лавка сканвордов, плюс интересные и полезные приложения. Только сейчас, только в августе. Особая цена, плюс подарок каждому. Дешевле не будет. Подробности в газете «Сегодня». Оформляйте подписку в Доме Москвы по адресу улица Мария, 7, по телефону 830-8850 или на портале abone.bb.lv. Поспеши и подпиши. Добрый день. Снова мы вернулись в студию. Напоминаю, это программа «Культ просвет». И сегодня в гостях у нас фотохудожник, фотограф Егор Заика. Егор также является преподавателем. Возможно, вы уже поняли это из нашего разговора, потому что Егор пытается объяснить нам те таинства, которые мы видим в результате фотоальбомов на выставках. И, например, вчера я смог участвовать в длительном процессе работы с объективом, будучи в какой-то степени объектом, в какой-то степени и субъектом. И эта фотосессия меня опять возвращает к теме человеческого фактора. Ты упомянул, что есть предпосылка или условия для работы – это нахождение диалога с тем, кого фотографируешь. Были ли у тебя случаи, когда человек настолько не переносил, скажем, этот процесс или присутствие фотообъектива, что можно говорить о фотофобии? Есть такое понятие? Конечно. Очень многие люди вообще ненавидят фотографироваться. Я один из них, например. Когда бывает, приходится иногда изредка, как фотоспожник без сапог, у меня фотографии, к сожалению, своих мало. А с чем связана подобная неприязнь? Ну, это тяжелый процесс. Я думаю, как ты понял, вчера – это тоже не прогулка под луной. Сниматься – это тяжело, это изматывает. Это нужно все равно, как хочешь, не хочешь, посидеть просто в красивой позе не удастся. То есть придется и эмоционально вкладываться, и думать, и участвовать. Я вас всегда заставлю это делать, по крайней мере. Человека вовлечься в процесс и уважать этот процесс, уважать свое время, мое время. То есть мы собрались не тут пирожки печь, а все-таки заниматься фотографией, которой я лично отношусь серьезно. Ну и любой человек, если согласится сниматься, как мне кажется, уже должен все-таки свое время тоже ценить и использовать его с пользой эффективно. Но это часто бывает, особенно люди в возрасте, деловые, занятые. Они часто не любят фотографироваться и относятся к этому скорее как к какой-то необходимости, обременению какому-то. Но мне всегда удавалось, скажу честно, всегда удавалось этот процесс немножко раскрутить человека. Да, и даже если там первые пять минут люди говорят, дам вам три минуты, не больше, то обычные три минуты всегда превращались и в час потом, и в полтора. Потому что все-таки, когда человек чувствует, что к нему есть интерес искренний, а я честно скажу, я всегда, когда снимаю человека, я всегда нахожу, стараюсь для себя найти ту точку, которая меня заставит искренне заинтересоваться человеком. Потому что только так возможно… Общение. Да, общение, эту искру творчества высечь из этого процесса. И я всегда ищу, независимо от того, нравится ли мне то, что человек делает, например, или его взгляды на тот или иной вопрос. Вообще я всегда стараюсь себе говорить, это не моя компетенция, я тут не судья, не этому человеку, я всего лишь портретист, который должен этого человека рассказать про него историю зрителю, посредника я получаю. Поэтому я стараюсь соблюдать такой кодекс свой, собственный. И даже если люди не любят сниматься, обычно все остаются от процесса. Ну, я не сталкивался в своей практике за последние годы, чтобы люди как-то прям были в шоке и были недовольны. Обычно к обоюдному удовольствию мы все-таки стараемся расходиться с приятелями хотя бы. Антропологический вопрос. Было ли у тебя время заглянуть в историю предубеждений против фотографии? Я, например, знаю, что целый ряд людей в очень преклонном возрасте иногда страдают такими представлениями о том, что если меня сфотографируют, значит, я скоро умру. Вот я, например, помню из истории моей семьи, моя бабушка очень любила фотографироваться, у нее были такие представления. Это было ее уникальное представление или ты уже слышал о подобных версиях? Вот нет-нет-нет, не надо, не фотографируй меня, значит, я скоро умру. Есть даже, это еще слабая версия, самая же первичная версия, это что фотография ворует душу. Этим, собственно, болели разные там туземцы, когда к ним приезжали колонизаторы с фотоаппаратами, только что появившимся, процесс фотографирования считался просто проклятим, дьявольским. Хотя, честно скажу, я лично отношусь к фотографии не то чтобы с мистическим каким-то подтекстом, а скорее мне всегда нравилась фотография, что ты работаешь с двумя самыми загадочными вещами во Вселенной, а именно ты работаешь со временем и со светом. И вот эти два явления, они абсолютно не до конца, скажем так, изучены современной физикой, и многие вопросы до сих пор остаются к нам удивительно открытыми. И вдруг ты вот занимаешься творчеством, но работаешь с этими двумя субстанциями, потому что фотография – это всего лишь свет и время. Я когда снимаю любой, например, на улице портрет солнечный, я всегда в этот момент всегда по сознаниям чувствую, что вот эти фотоны, которые сейчас, значит, долетели до этого человека, отразились, и я вот в свою ловушку световой, как я называю для себя, фотоаппарат сейчас, небольшое их количество, ровно дозированное, небольшое количество поймаю, они 8 минут назад вылетели с Солнца, преодолели миллионы километров до Земли, и сейчас я с ними разберусь. Очень интересная версия, такая астрономическая. Абсолютная. То есть, для меня действительно фотография, и, кстати, знаете, такое наблюдение к вопросу о жизни фотографии, я замечал, изучая, собственно, историю фотографов, фотографа очень много долгожителей среди фотографов. Удивительно. Связь со Вселенной. Я думаю, непонятно, с чем эта связь, но такое вот я вижу, много прекрасных авторов, великолепных, и они там живут людям по 90 лет. Я думаю, это именно потому, что люди работают очень близко вот с этими самыми важными, первичными, скажем так, субстанциями, свет и время. Если мы говорим о свете и времени, то получается, что все фотографы становятся импрессионистами, по сути своей. Ведь хорошо мы вспомним французского художника Моне, который отчаянно страдал от того, что он не способен, допустим, в данный момент на полотне изобразить вот именно эту секунду, это освещение, которое постоянно видоизменяется, его знаменитые стога сена и так далее, разные вещи, или там Руаннского собора и прочее. Получается, что ты тоже импрессионист, то есть ты пытаешься уловить что-то, что исчезает буквально в момент нажатия кнопки. Да, так и есть, так и есть, конечно. И настраивает ли это тебя на какой-то печальный лад, на то, что все исчезает, проходит, то есть не становишься ли ты пессимистом по отношению ко всему проходящему? Скорее наоборот, скорее наоборот, да, не пессимистом, а наоборот ты понимаешь бесконечность этого процесса, бесконечное движение освещения. И даже можно на этот смысл с другой стороны посмотреть, например, тот свет, который я не поймал своей фотоловушкой в виде фотоаппарата, он отразился и улетел дальше во Вселенную, и потом он будет лететь, эти фотоны будут лететь там миллиарды лет куда-то, и куда-то прилетят в результате, да, хотя я уже буду давно, наверное, отсутствовать. Казированная ловушка. Мог бы ты нас немножко посвятить, может быть, в технические вопросы? Что это означает? Имеется в виду просто любой фотоаппарат, любой абсолютно, будь то ваш телефон или пленочный, любая фотокамера устойена по очень примитивному принципу. Там есть некая, либо это фотопленка, либо вот матрица, то, что называется, то есть устройство, которое, собственно, на которое принимается вот это освещение, и создается изображение, и перед ним всегда есть такая вещь, как называется затвор. То есть это такая шторка, грубо говоря, которая открывается ненадолго и закрывается. Вот это ненадолго, оно очень короткое. Это может быть 1 сотая секунды, там очень мгновение. И вот за это время, когда оно открыто, определенное количество фотонов проходит и попадает на этот материал, будь то пленка или матрица. Поэтому как бы вот эта доза фотонов, по сути, и является тем, что определяет отчасти половину, скажем так, того, что будет сформировано в изображении. С точки зрения физической. Физика всегда была моим слабым местом, поэтому я надеюсь, что я более или менее могу это понять. Скажи, пожалуйста, таким образом, возвращаясь к истории фотографии, это ведь история технического прогресса, да, то есть та же самая шторка, открываясь на сотую долю секунды, это ведь и технологический процесс. Таким образом, если, допустим, мы говорим о, скажем, истоках фотографии, как быстро в самом начале эта шторка могла открываться, то есть каким образом это влияло на сам процесс, то есть известной истории, когда нельзя было, допустим, двигаться, и на фотографиях там кошки, собаки исчезали, там был хвост, или, допустим, люди случайно повернулись, или моргнули, или там было движение рукой, тогда получалось, что как будто бы часть людей исчезала. Мог бы ты рассказать много вот об истории именно этого технологического процесса? Да, конечно, как ты правильно сказал, действительно фотография – это технологический вид искусства, это прямо такое четкое определение, то есть это не литература, это все-таки связанное с технологией, как и кино, в том числе это технологические виды искусства, где технология – неотъемлемая часть, а скорее она является ограничителем, то есть то, что доступно вам технологически, то вот вы и можете сделать. С годами это все расширяется, технологии совершенствуются, и у вас становится больше возможностей. У начальных пионеров фотографий этих возможностей было очень мало, ну это как, знаете, там сейчас у вас есть, например, у человека там 10 пальцев, а изначально у него был один палец, вот он им должен играть был в шедевры, этим одним пальцем успевать, это было сложно. Вот так же и с фотографией. Действительно, да, это было все, это нужно статичные процессы, но люди должны быть еще химией заниматься, нужно все самому готовить, не было никаких магазинов, это все нужно было разбираться, дышать всякими вредными парами, то сейчас, конечно, прогресс фантастический, действительно, современные там телефоны, которые есть, наверное, у каждого из нас, они, ну я вам честно скажу, это фантастика, то, что возможно сейчас делать, то есть, на мой взгляд, такой наступил расцвет творческой фотографии, потому что действительно ограничилась теперь только ваша собственная фантазия. Если раньше вам нужно было учиться долго, ничего не получалось, фантазия могла быть великолепная, но вот с физикой, например, проблемы, да, то, ну знаете, они у всех, у меня тоже проблемы с физикой, у меня у кровати лежит, кстати, небольшое наступление, давно лежит прекрасная книга физика Ландау, по-моему, называется она «Физика для всех», ну что-то такое там, «Физика для начинающих», такая, я все мечтаю прочитать, очень хорошая книга, первые две главы я читаю легко, третью не могу прочитать, шестой год, потому что начинается она словами описания какого-то явления, в общих чертах, и дальше написано, ну это все понятно и неинтересно, двигаемся дальше, а вот мне непонятно еще там, я не могу перескочить никак. Да, видимо, физика не для всех, все-таки я по себе это понимаю. Возвращаясь, может быть, от физики к человеку, я понял, что в твоей истории, в твоей творческой биографии не было, скажем, ситуации, когда люди отказывались участвовать в процессе. Было, может быть, два или три раза от силы случайных, как бы, ну, скорее не отказываясь в процессе, а я сам в процессе. Сам, вот это был мой следующий вопрос. Бывали ли случаи или ситуации, когда ты понимал сам, что процесс настолько не идет вперед, что ты вынужден был прервать? Было, я думаю, было от силы два или три раза, то единичные случаи, да, то есть не то, что прервать, я как-то чувствовал, что возникает какой-то, ну, диссонанс, там у человека есть одно представление о себе, у меня есть другое, донести не удается, я пробую так и эдак, и уже там через полчаса я просто мягко предлагаю человеку, ну, перенести, скажем так, процесс. Споры происходили? Были какие-то, допустим, очень эмоциональные диалоги? Нет, давно нет. Ну, опять же, это все такие сдержки юности, такие вещи чаще всего, да, то есть когда юность, там, да, мы, наверное, не всегда сдерживаемся. Сейчас нет, конечно, просто я чувствую, что если что-то не выходит, то я пытаюсь человека мягко как-то предложить ему вариант перенести съемку, а там, может быть, возьмут другого фотографа, откуда я знаю, может, я просто не нравлюсь человеку, может, у меня настроение плохое сегодня, но в половине случаев люди сразу меняют свою стратегию и предпочитают остаться и как бы начинают сотрудничать, скажем так, значит, этому человеку действительно это важно, но было действительно один или два раза, когда люди предпочитали, да, уйти там и потом что-то не другое делать, меня тоже не интересует, честно говоря, то есть я предпочитаю здесь, ну, согласитесь, нет смысла, да, мучиться самому, мучить героя. Да, инвестировать время. И люди останутся недовольны процессом, даже если это будет шедевр, потому что, как вы знаете, исход любого поединка определяется еще до его начала, так и здесь, то есть всегда понятно, что люди оценивают фотографии часто не по их, скажем так, свойствам творчества, объективным, да, а эмоционально. День был плохой, фотограф не понравился, и фотография поэтому плохая, потому что часто у людей, ну, не все же могут оценить произведение, скажем так, правильно, это естественно, да, то есть люди, для того есть музеи, да, люди приходят, человек, не профессионально занимающий искусство, он приходит в музей, где он видит вот это образцы искусства, да, но если вы его приведете на барахолку, и среди этой барахолки замаскируете часть произведения этого искусства, то большинство людей их даже не заметит, это что за мусор тут лежит, потому что окружение и подача важны. Таким образом, еще один вопрос возникает из того, что ты сказал, каким образом можно определить в современном мире, где много талантливых фотохудожников, определить тех, кто становится элитой этого жанра, вот как можно обрести мировую известность, сейчас, когда в принципе эстетические категории отбора и оценки стали очень-очень широкими, вот почему именно автор X, а не автор Y, и почему из этого региона, если условия, мы можем говорить о конъюнктуре? Вообще вопрос очень важный, потому что я о нем думаю регулярно, и проблема здесь в том, что мы часто, знаете, полководцы готовятся к прошлой войне, то есть мы часто оцениваем мастеров, которые уже состоялись, то есть мы смотрим, там вот автор A или автор B или автор X, он такой прекрасный, вот его творческий путь, ага, попробуем сделать так же. Дьявол кроется в деталях, так же не получится, потому что он был первым и прошел этот путь уже давно, а сейчас время другое, и мы не знаем на самом деле, кто останется из нынешних авторов через 20-30 лет и станет мэтром, это абсолютно неизвестный черный ящик, кто-то останется, кто-то, кто нам сейчас кажется прекрасным, исчезнет в небытие, потому что окажется конъюнктурщиком, а какой-то автор малозаметный, малоизвестный, вдруг разовьется, да, в какое-то значимое явление фотография. Это меня как раз интересует, этот возвратный глагол разовьется, станет, как можно стать, иными словами, почему кто-то будет предан забвению, и можем ли мы говорить о моде? Безусловно, модов, это, конечно, мода, сейчас, например, есть такое явление прекрасное, как ренессанс пленочной фотографии, так называемая, да, то есть я... Тоже элемент хипстеровской культуры в какой-то степени. Ну, даже не совсем, она даже начинает, это делается уже и рекламные кампании, снимается, такое ренессанс, типа, что вот вернемся к истокам. То же самое, я понимаю, в моду снова входят фильмы на видеокассетах, где там все царапается, и шумит. Точно, точно, да, да, да. То есть есть вот эти все явления, они существуют, это такой бульон, который постоянно варится, что-то всплывает наружу. Это усталость от цифровой культуры? Ну, да, скорее всего, я думаю, просто ее много стало, всем стало доступно, а хочется чем-то выделяться, как бы, да, ну, вот такой способ есть, можно снимать на пленку, начать опять, да, то есть... Ну, хотя я как, скажем так, инсайдер, как профессионал, скажу, тут есть определенный другой элемент, который лично мне, например, импонирует в пленке, это то, что не связано никак ни с качеством, ни с чем, это связано с тем, что ты не видишь, что ты получаешь. Это, собственно, всегда было прекрасным таким фотографией явлением, магическим, то есть ты это все создавал в голове. А потом происходит встреча с тем, что в результате... Да, да, ну, а главное, что ты еще в процессе съемки не отвлекаешься на просмотр того, что ты сделал, да, то есть ты ничего не корректируешь, ты не вынужден применять решение, не вынужден показывать 100 людям вокруг, чтобы они, каждый из них критиковал, вносил какие-то кремонтарии и усовершенствование. Это было здорово. И сейчас это, видимо, из-за того, что давление такое очень большое, медиа вокруг, есть такой определенный ренессанс. Но это тоже мода. Сейчас так, потом по-другому будет. Говорить о том, почему кто-то забывается, а кто-то нет, это наполовину везение. Вот честно скажу. Конечно же, наверное, есть прекрасный какой-нибудь автор, живущий в, я не знаю, в какой-нибудь глубинке, его работы никто не увидит. Да, может быть, потом в эту деревню приедет какой-нибудь куратор проездом, значит, известный, и вдруг случайно они встретятся, пока что фотографии, и он станет известным. То есть, здесь очень много, конечно, броуновского движения, да, хаоса, и кому-то везет, кому-то не очень. Иными словами, частью успеха становится маркетинг. Сейчас, безусловно. Сейчас вообще не то, что он становится, а, скажем, ну, есть технологии, да, позволяющие, действительно, если вы готовы инвестировать, безусловно, нет, конечно, если человек бесталантный полностью, то можно инвестировать все, что угодно, это так и останется. Но есть люди, например, хорошего уровня, хороших талантов, может быть, не гении, да, может быть, ну, и не какие-то там профаны, да, это такой крепкий уровень, то при определенных инвестициях, скажем, финансовых там, да, то, конечно, сейчас в маркетинге есть целые институции, работающие на этом всем, пиар-агентство, то есть это можно делать, тем более, если говорить о фотографии, фотография все равно остается элитарной профессией, то есть людям нравится она, люди любят, считается, ну, скажем, из моего опыта преподавания, когда преподавал фотографию в британской школе дизайна в Москве 5 лет, у меня была там мастерская, то я помню, многие студенты приходили учиться, главный вопрос, который я задавал им, зачем вы пришли, и в процессе общения я понимал, что они пришли не фотографии учиться, а что вот им, что классно, быть фотографом, ты летать будешь на частных самолетах по всему миру и снимать длинноногих красавиц, ну, вот какое-то такое представление о профессии фотографа. Я любил его разбивать, это мое было самое любимое развлечение, это полностью уничтожить представление на корню. В заключении нашей программы у нас осталось около пяти минут, я хотел бы вернуться к вчерашнему нашему опыту и то, что я уже упомянул в самом начале нашей программы, когда после какой-то паузы или разговора, когда мы вчера перемещались, скажем, по моей квартире, вдруг что-то в тебе внутри реагировало на что-то во мне или во внешней среде, и ты говоришь, так, работаем, или там кадр завершен. Вот мне интересуют эти параметры или эти категории, можно ли этот эстетический процесс, вот ощущение внутреннее, ощущение художника, можно ли их разбить на какие-то алгоритмы, шаги, чтобы они стали понятны, почему вдруг ты снова приподнимал камеру и фотографировал, а потом в какой-то момент какое-то внутреннее твое око снова как-то закрывалось, вот ты так успокаивался, и мы там бродили дальше по квартире. Вот ты говоришь, что ты в физике не разбираешься, а на самом деле очень разбираешься, судя по всему, конечно, да. Никто не знал. Потому что ты вот упомянул такую вещь, как разработать алгоритмы. У меня есть несколько приятелей, они, ну, собственно, закончили. Это единственное красивое слово, которое знаешь из этого мира физики. Вот оно, прекрасное. И у меня есть, в общем, два приятеля, они там закончили физтехну, какие-то серьезные такие научные учреждения, и на эту тему у меня с ними жаркий спор всем. Они все пытаются мне доказать, что есть алгоритмы, по которым можно все сделать. Я же отстаиваю точку зрения противоположную. Я вот здесь полагаюсь на звериное чутье. То есть, я такое эмоциональное, да, вот я пытаюсь ловить вот эти флюиды. А объяснить эти флюиды ты мог бы, ведь ты педагог, ты мог бы превратить этот опыт, вот этот момент, когда ты говоришь, так, все, работаем. Можно ли его объяснить? Я думаю, как раз эти флюиды и следствие опыта и есть. То есть, когда ты его накопил достаточно, так интуиция, да, интуиция – это всего лишь быстрая обработка информации в мозгом, неосознанная над основанием предыдущего опыта. Собственно, эти флюиды – это большой опыт, который просто ты не пропускаешь через сознание, а он автоматически обрабатывается подсознанием и выдает уже укороченный приблизительный результат. Прекрасная вещь. Хорошо, но все-таки она тогда остается за гранью понимания и получается, что все-таки это такой мистический художественный процесс. Как любой художественный процесс, конечно. В какой-то момент ты из мастера превращаешься в художника, в человека, который реагирует на что-то извне и вот эта встреча происходит. Конечно. А попытаться описать этот опыт. Есть возможность? Что должно было произойти, допустим, во вчерашнем мне, чтобы вчерашний ты мог отреагировать и подключить снова камеру? Я думаю, я заметил, как бы, да, то есть мы встретились, начали работать, было немножко, мы как все скованы были, ты, я, потому это нормальный процесс притирки идет, а в какой-то момент, когда возникло уже этот тандем, когда мы начали играть в пинг-понг, там, да, и ты стал тоже участвовать в процессе, выносить свои идеи, да, то есть я смог не только там, да, в пустоте находиться, а в том числе у нас же возник диалог. Все-таки любое творчество это диалог всегда, то есть это недаром творческие команды, это всегда коллектив творческий, и диалог в искусстве, диалог между автором и портретируемым, между интервьюируемым и интервьюером, это самая важная часть, это и есть, да, инь и янь, плюс и минус, все двоично, все равно. И может быть в заключении мы оставим на время твою художественную биографию и поговорим, может быть, о тебе как о человеке, который стал рижанином несколько лет назад. Ты родом из Москвы, из мегаполиса, о котором мы вчера рассуждали, из огромного, интенсивного города. Кроме того, что ты проехал по машине в Риге вместе с своей супругой, вы заночевали здесь, и город тебе приглянулся. Твой опыт уже существования внутри этого города, каков он? Скажу честно, я думаю, прекрасный. То есть я не знаю, там финальная ли точка моего путешествия, поеду я куда-то дальше, не хочу загадывать, да и не должен, все идет как идет, но я думаю, всегда буду вспоминать эти годы, как одни из самых интересных и приятных в моей жизни. Я думаю, это вообще бесценный опыт для любого человека, поехать куда-то пожить. Ну, в конце концов, да, там англичане всегда, значит, в многих культурах это есть молодой человек. Отправлялся к Гранд-Туре. Да, да, я уже не молодой человек давно, но решил все-таки тоже. Образовательное путешествие. Да, нужно посмотреть мир, посмотреть других людей, как они живут по-другому, не туризмом, не то, что там пожить на пляже, в отеле, а именно пожить, погрузиться в другую среду, быть оцененным другими людьми, по-другому, которые на тебя смотрят, которые тебя не знают. Это очень интересный и богатый опыт, всем рекомендую. Это прекрасное средство от старости, от всех болезней. Сплина. Да, сплина и так далее. Это как, знаете, живешь скучно, это откуда эта история приведи там в квартиру сто баранов, потом их выгонять. Это старинный анекдот, существующий в разных культурах. Да, 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 какой-то такой. Вот это из этой же оперы. То есть было скучно жить, а вот давай посмотрим, как ты будешь. Что ж, мы постепенно завершаем нашу беседу. Напомню, сегодня в гостях у нас был фотокудожник Егор Заик, как теперь уже рижанин. И мы говорили сегодня в какой степени о философии фотографии, о взаимодействии с теми, кого фотографируют или портретируют, о том, каким образом происходит, скажем, контакт с, может быть, даже более высокими материями, светом, временем, с такими философскими категориями. Я благодарю тебя сердечно за твое время, за сегодняшний разговор. И буквально в самом конце, скажи, есть фотогеничные или не фотогеничные города? Города. Можно отнести эту категорию к городам? Думаю, да, но опять же вопрос интерпретации автора. Просто в одних снимать просто, и это прямо, они созданы под кадр, а есть города, с которыми нужно повозиться. Пусть этот вопрос, эта реплика будет мостиком, может быть, к нашей следующей беседе через какое-то время. Спасибо тебе. Спасибо большое, Денис. Спасибо коллеге-звукорежиссёру Родиону Золотарёву. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за то, что слушали нас. И до самых скорых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин